Казахстанские туристы вернулись минувшей ночью из курортной зоны Шарм-Аль-Шейха. Теперь регулярные чартерные сообщения с этим аэропортом прекращены. Такую рекомендацию дал Комитет гражданской авиации. С какими впечатлениями туристы вернулись домой и какие меры безопасности были предприняты, расскажет Тахминам Олдебекова. Полдвенадцатого ночи родственники казахстанских туристов, которые должны приземлиться с минуты на минуту, ждут своих близких. Фарида Кубалаева приехала встречать брата со снохой, которые улетели в Шарм-Аль-Шейх на медовый месяц. Десять дней разлуки заставили изрядно поволноваться, особенно когда стало ясно, что к авиакатастрофе над Синайским полуостровом причастны террористы. Сейчас, например, мы ждем, смотрим на время, это страшно, мама особенно трясется. Ну, отвлекаем ее, чтобы она не переживала больше. Каждый день мы связывались с ними, мы спрашивали, прилетают от нас или от других стран. Конечно, спрашиваем, но они говорят, что, ну, не знаю, может, они просто успокаивают нас, то, что говорят, с Франции прилетели вот недавно, с Казахстана прилетели. Сами туристы по-разному описывают свой отдых. Большинство отмечает, что все было спокойно, если не считать усиленную охрану и военных с автоматами, которые стояли практически на каждом посту. Курортная зона опустела. А после заявления, что на борту лайнера российской авиакомпании сработало взрывное устройство, многие пассажиры испытывали страх перед полетом. Полицейские стояли, военные машины стояли, как бы много военных, а так город пустой и очень тихо, туристов нет. Боялись, если честно, было страшно, не хотелось лететь. Здесь наполовину, мне кажется, был отдых как будто бы подпорчен, потому что, ну, внутреннее состояние, постоянно наготове мы были, если честно. Всего к ранним рейсам из Египта вернулось 233 казахстанца. Те, кто только ожидает своего отдыха в стране фараонов, вынуждены отложить отпуска до тех пор, пока регулярные рейсы не восстановят. Другие решили изменить туристические направления, но, тем не менее, интерес к Египту среди отдыхающих не потерян, говорят туроператоры. У нас есть, ну, небольшой объем продаж, и в основном у нас люди переориентировались на другие страны. То есть я знаю, что те туристы, которые хотят попасть в Египет, то есть у них есть эта возможность сейчас сделать через Стамбул. То есть есть рейсы Алматы-Стамбул, Стамбул-Каир. Но конкретно вот мы так еще не отправляли, то есть у нас таких запросов не было. Также наши соотечественники отмечают, что досмотр в египетском аэропорту был особенно тщательным. Багаж проверяли даже до въезда в терминал. Стоит отметить, что после трагедии в небе над Синаем, меры безопасности усилили и в Алматинском аэропорту. На входе в воздушную гавань установлены раписканы и рамки, через которые проходит багаж. Проверяют сейчас все – сотрудников терминала, пассажиров и сопровождающих. Тахмина Малдебекова, Мурат Тайжанов и Валерий Таубалдиев, телеканал Алматы.